Они понимают, может быть не так, как мы, но они понимают, что шансы выиграть в большой войне у нас, у них крайне небольшие, а риски невероятно высокие. И чем больше украинцев поймет, заложником чего они стали, и где ошибка, тем быстрее мы сможем реально воссоединиться, потому что мы действительно один народ. Беларусь отнеслась к моменту распада Советского Союза как к историческому шансу для белорусского народа с точным пониманием, в каком именно, в каком системном контексте этот шанс может быть использован. Корень у нас один в Западной Европе, а пути разные. Ну, начиная от религии и заканчивая тем, что мы ведьми не топили и не сжигали вместе с учеными, понимаете? И совесть не продавали за индульгенции. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Дмитрий, начну с вопроса, который, может быть, не в первых строчках в СМИ, но, на мой взгляд, очень важный. Как думаете, чем закончится дело об экстрадиции, пока еще не удавшейся, и Канада, в общем-то, отказала России, нацисты Гунько, которого, мы помним, приветствовали в канадском парламенте стоя аплодисментами, который стал причиной скандала. Мы про них все знаем. Они принимали преступников и знали, что это преступники нацистские, у которых, извините, скажу это расхожее выражение, руки по локоть в крови, они их принимали, наделяли их гражданством. И это было целевое действие канадского государства. И этот грех на них. Если рассмотреть сугубо такой политический аспект, то он ведь заключается в том, что Канада не может его выдать, потому что тогда у них возникнет, во-первых, целая история с теми, кто еще там есть, а во-вторых, Украина начнет кричать, что это удар в спину со стороны Канады. Вот. И там, конечно, начнется целая буря. Вот. Поэтому я думаю, что канадское правительство находится в растерянности, у них нет хорошего выхода. И думаю, что они будут тянуть время, вот. Говорит, что они там изучают вопрос, что-нибудь исследуют, там, ну, еще что-нибудь такое. Вот. Поэтому думаю, что, там, выдачи не будет, экстрадиции не будет, а будет вот такая вот бодяга. Но они зря надеются, что это облегчит их участь. Вот. Потому что, в принципе, сейчас весь мир знает, что страна, Канада, это та страна, которая принимала и наделяла гражданством и правами нацистских преступников. И с этим им дальше жить. Вот пусть и живут. Ну, остатки человеческого там, видимо, сохранились. Ведь после того самого случая спикер Нижней палаты ушел в отставку. Премьер извинялся официально, в общем-то. Но. Но. Вот такая вот позиция неоднозначная. Она ведь о чем может говорить? О том, что Канада может продолжить такую политику и снова принимать людей из Украины такого же толка, только уже в новое время. Может. Может продолжить. Но у них там есть известная Христия Фрейланд, которая до этого была и там министром иностранных дел, по-моему. Вот. Но она прямо вот из такой семьи ничего. Ну, знаете, никто не извиняется за это. Вот. Но я одно вам скажу. Если вы так смотрите вперед куда-то, да. Ну, вот будут забирали тех нацистов, будут забирать и этих. Вот это все плохо кончится для Канады. Все плохо кончится для Канады. Вот. Потому что, конечно, и эта община, которая там есть, нацифицированная полностью. И если добавить к ней свежий еще, так сказать, элемент нацистский, вот, но это скажется на жизни самой Канады неизбежно. Вот. Поэтому пускай думают, что им дороже. Вот. Вот. Но клеймо страны, которая укрывает нацистских преступников, Канада заработала надолго. Если не навсегда. Ну, как факт истории, да, что она этим занималась на уровне государства. Она этим занималась. Поэтому это абсолютный факт международного права, если хотите, да. Ну, по крайней мере, международных отношений. Страна-укрыватель нацистских преступников. Вот. Я с этим Канаду и поздравляю в кавычках. О соседней стране. На фоне многочисленных разговоров о том, что Америка уходит из Европы и каким-то образом оставляет свои позиции на Украине. Сенат одобряет, по-моему, там 60 миллиардов долларов очередной пакет помощи для Украины. Да, еще там не прошли сушения в Конгрессе. Возможно, и не пройдет сам пакет. Но сам факт. Не смотря ни на что. Вот они продолжают это делать. И как думаете, они остановятся вообще с этим? Или вот эти внутренние проблемы, о которых многие говорят, и они сами говорят. И обсуждение которых возникло после интервью Путина и Такеру. Перевесят ли они? Ну, понимаете, в чем дело? Дело не во внутренних проблемах. Вот здесь, в вашем вопросе. Их надо обсудить отдельно. Они действительно есть. Вот. И что это такое? А вот Такера вы упомянули не случайно. Потому что это точно относится к вопросу, который вы задаете. Понимаете, в очередной раз президент России через Такера им объяснил, что мы знаем, что вы после распада Советского Союза, когда мы вам предложили мир честный и открытый, посчитали это наше предложение о прекращении мировой войны. Ну, там, холодной ее называли, но все равно это было прилагательно и неважно. Важно ведь существительно. Оно определяет суть дела, сущность. Война. Вот мы предложили им закончить мировую войну. В конце 80-х мы им предложили открыто. Вместо того, чтобы принять мир, они посчитали это нашей слабостью. И сохранили цель нашего уничтожения. Мы это знаем. Но президент России говорит. Скажите, что это ошибка была. И с этого момента мы можем начать разговаривать. Откажитесь от этой цели. Мы примем ваше признание, что это ошибка. И будем разговаривать. Это что такое? Это то действие, которое ставит серьезный барьер в отношении продолжения войны и перехода к глобальному уничтожению. Если вы не признаете, что это ошибка, тогда мы будем исходить из того, что вы враг, вы хотите нас уничтожить. И мы будем действовать соответственно, без всяких иллюзий. Вот теперь, если вернуться к тому, что происходит у них там, они, конечно, в разрушенном состоянии. Все есть у них, конечно же. И квалификация слишком упала у элиты. Но даже при этом они серьезный соперник. И они умеют думать. И они, часть из них понимает, что Путин вот это действительно знает, то, что он сказал Такеру. И что это действительно российская оппозиция. Настоящая. И поэтому часть истеблишмента считает, что надо прекратить. Нужно заключить с русскими мир. А другая часть, возможно, большая, считает, что надо продолжить войну на уничтожение. Несмотря на то, что русские нас раскусили, они понимают, что это будет. И они будут отвечать. Поэтому вот вся эта возня в политическом пространстве, она определяется вот как бы этими вещами. Там внутри много технических деталей. Ну, например, вот там вчера или позавчера вышел доклад Рент Корпорейшн, в котором они прямо пишут, что, значит, самая минимальная Украина должна перейти к обороне и никуда не соваться. А вообще лучше заключить с русскими мир, отдать им вот эти территории и начать все строить по новой. Потому что у нас есть Китай, у нас есть экономика мировая, у нас есть доллар. И если мы продолжим войну, то по всем этим направлениям, и там еще ряд они перечисляют, у нас будут очень большие проблемы. Очень большие. Если не сказать, это я уже от себя говорю, они так не пишут, они будут очень большие, если не сказать смертельные. Поэтому то, что даже в Рент Корпорейшн вышел такой доклад, а Рент пишет и для ЦРУ, и для Пентагона, и открытые доклады всегда часть большого доклада. То есть там есть закрытая часть, которая гораздо больше, чем открытая. Это показательно, что это произошло. Поэтому всю эту возню, Конгресс, Сенат, вот это вот все. Я, собственно, почему спросил, потому что, да, в общем-то, после позиции, озвученной Путиным, мяч на той стороне. Ну, в очередной раз, да. Путин это же Байдену объяснял в 23-м году. И в Женеве, ну, я так думаю, это моя реконструкция. И в Женеве, и потом на видеоконференции встреча, которая была в конце ноября, по-моему, или в самом начале декабря 21-го года. Вот. Он ему это же и объяснял. Но Байден одержим идеей уничтожения России. Он болен этим. Но нужно помнить, что отец Майдана, это Байден, а мать его Нуланд. И это одна группа. Ну, это одна группа, представляющая очень определенные круги, как раньше говорили в Советском Союзе, да, ну, подлинных хозяев Америки. И которые действительно, действительно, ну, считают, что у них еще остается исторический шанс уничтожить Россию. Они-то, понимаете, и нашу перестройку, и наш распад Союза обозвали своей победой. В Холодной войне. Хотя это не было никакой победой. Мы сделали это сами с собой и без их участия. Хорошо ли, плохо ли мы сделали, это другой разговор. Это вообще наше дело. Но русских, русских, белорусов, понимаете, наше это дело. Но им, им, делая это с собой, мы им предложили мир. А они его отбросили. Это предложение. Ну, это, между прочим, предложение было сделано после, ну, 45-85, 45 лет мировой войны, ну, войны за мировое господство, межблоковой, ну, которая условно называется Холодной, но это не важно, что она называется Холодной. Вот, что мы им сказали. И это единственное, что их касается. Наше предложение мира. А все остальное касается только нас. Про Советский Союз, про вообще там, коммунизм, капитализм. И мы с этим разбираемся внутри нашей истории. Ну, так-то да. Сейчас прозвучало очередное предложение мира, по сути. Да. И почему вот, еще раз повторюсь, почему вот я спросил про эти миллиарды. Там же, ну, ничего нового-то, собственно, не произошло. Но после этого предложения, вот, хотелось бы понимать, те самые правящие круги, не, как говорит Ложий Путин, не важно, какая фамилия будет у президента, а вот те самые люди, которые принимают решение, они услышали его? Я думаю, что те круги, и те группы истеблишмента, и американской элиты, хозяев Америки, которые стоят за там, Трампом, да, ну, и Такер Харлсон, похоже, к этому уже принадлежит движению. Я вообще думаю, что Харлсон, ну, начал свою политическую карьеру, мне так кажется. Вот. Они понимают, может быть, не так, как мы, но они понимают, что шансы выиграть в большой войне у нас, у них крайне небольшие, а риски невероятно высокие. А если вы к этому добавите еще, что такая война, ну, будет страшно тяжелой и для нас, и для них, а Китай, который они считают, как бы, главным своим соперником, он же воспользуется этой ситуацией. И тогда Америка точно уйдет на средне-низкие позиции, если вообще сохраниться, и весьма надолго. Поэтому рациональное основание у этой части элиты есть. Ну, и, конечно, они мечтают, так как Киссинджер, там, знаете, поссорить нас с Китаем, что не удастся. Но они мечтают. Они мечтают. И будут строить кучу таких, ну, ловушек под это дело. Вот. Поэтому часть из них по-своему понимает то, что сказал им президент России. Но если говорить по отношению ко всей Америке, да, ее элите, ее народу, ну, вот здесь вопрос. Есть ли шанс у здравого смысла американского? Вот. Потому что другая часть, стоящая за демократической партией, за либеральным крылом, вот, гораздо более глобалистская, вот, считает, что корону мирового гекимона нельзя отдавать ни на секунду. И нужно пойти на все риски, даже смертельные, для того, чтобы эту корону удержать. Вот, как мне видится, да, вот эта, ну, биполярка, да, ну, американского правящего сознания, расколотого. Там еще есть, как бы, внутренних много проблем, по которым оно расколото. Но вы меня спросили о понимании позиций России, поэтому я ответил только, только в этом аспекте, да, по отношению к позиции России. Просто от их реакции, это, собственно, будет зависеть и то, как, мы же это с вами понимаем, как будут развиваться события на той же Украине. А тут уже другая история, что называется, потому, как люди, которые там участвуют, они где-то далеки от тех глобальных процессов. я с вами немножко У них противостояние здесь и сейчас, и товарищи гибнут тоже здесь и сейчас, и смерть они видят каждый день здесь и сейчас. Да, я с вами немножко не соглашусь. Вот, с точки зрения, конечно, длительности войны, да, ее некоторой тяжести, это имеет значение. Но, с исторической точки зрения на Украину, это уже не имеет никакого значения. Понимаете, это вот, ну, как бы мы, ну, из-за чего на Украине так, не знаю, вот в Беларуси точно не так. Потому, что, ну, вот Беларусь отнеслась к моменту распада Советского Союза как к историческому шансу для белорусского народа. С точным пониманием, да, в каком именно, в каком системном контексте этот шанс может быть использован. Ну, есть свое государство у Беларуси, она его построила, в отличие от Украины. Но при этом народ Беларуси и его лидеры, Александр Григорьевич прежде всего, понимал, что будущее белорусского государства только в совместном союзе и единстве. с русским государством. Идея союзного государства как форма существования, в котором может быть белорусская государственность. Она может быть внутри союзного государства, понимаете? Это условие. И вот то, что белорусский лидер это, ну, понял и этого добивался, и бесстрашно добивался, в частности, в 20-м году, да, защищает, это дает историческое право на эту государственность и на это будущее, да. А Украина не отнеслась к этому исторически. Она посчитала, что, ну, вот она откуда-то, значит, вот свалилась, эта независимость, и вот как, и все, да, это же сверический конь в вакууме. Нет ни истории до этого, как вообще эта Украина создавалась, да, искусственно, технически, потому что большевикам нужно было, чтобы это было такое национальное квази-государство. Вместо того, чтобы разбираться, а шо это было такое, ну, когда нас создали? Они провели десоветизацию, понимаете? То есть взяли и зачеркнули все. С нами все, я проснулся, со мной ничего вчера не было. Знаете, вот как, ну, с похмелья страшного, да? Ой, да я все забуду, вчера ничего не было со мной. Это первое про вчера. Ну, вот, есть второе про сегодня. Ну, есть вот страны постсоветские. Есть Россия, которая, ну, в этом смысле историческим лидером является на этом пространстве, как ни хрути, понимаете? Вот. Есть противостояние России с Западом. Есть взаимоотношения России с поднимающимся и взлетающим Востоком. Вот все это, на все это Украина наплевала. За эту историческую беспечность, безразличие. За отказ от того, от анализа, кто ты, где ты, как ты возник, куда ты можешь пойти, а куда не можешь, что делать, чтобы выжить и сохраниться. Ничего этого на Украине не проделали. Ну, и вот результат. Поэтому, ну, это не то, что Россия ликвидирует украинскую государственность. Она не состоялась. Они не проделали работы, ну, которая необходима была бы для сохранения и существования этой самой государственности. Ну, чего стоит хотя бы один аспект моноэтничности и этнического национализма в стране, которая многоконфессиональна, где русские составляют минимум половину, минимум половину, да, и несмотря на это они делают смертельное решение сделать это страной этнического национализма, в принципе нацизма. Ну, извините, понимаете? Вот, ну, немцам, чтобы такое сделать с Германией, пришлось евреев уничтожить, чтобы они там им не это самое. А эти решили вместо евреев русских уничтожить, которых половина или больше половины. Ну, если по языку считать, то точно больше половины, а не по крови, по языку и по культуре. Ну, так кто виноват, что они приняли такое решение? То, что на этом месте, ну, это теперь место не состоявшейся украинской государственности, которая имела исторические шансы, это для меня очевидный факт. Независимо от того, как будет, ну, происходить там военное событие, но, понимаете, военное событие, мы, конечно, ну, болеем и переживаем за тех, кто погиб, кто пострадал, вот, но если смотреть, как бы, военно-аналитически на это, ну, не имеет это военное сопротивление никаких шансов. Ну, кстати, Александр Григорьевич сказал это в марте или апреле 22-го года. Он тогда Зеленскому сказал, что ты, если сейчас не подпишешь мирное соглашение, то тогда от вас ничего не останется. Вопрос, сколько это займет времени. До него, с исторической точки зрения, немного, понимаете? Помимо времени, еще сколько будет потрачено людских жизней, причем с обеих сторон. Вот это самое, понимаете, самое обидное. Разум понимает, что бессмысленно. Да, это же как президент Такеру объясняет, да? Он им говорит, ну, вы скажите, мы-то знаем, что это не ошибка у вас была, а умысел. Но вы скажите, что это была ошибка. И мы даже закроем глаза, ну, и скажем, перечеркнули ошибку, давайте, значит, ну, разговаривать. Но если вы продолжите, то мы ответим. Нам некуда деваться. Это вы же вынуждаете. Все то же самое было с Украиной. Ну, с 12-го года, грубо говоря, да, там, с 13-го, по настоящее время. Ну, а Украина до сих пор считает, что, ну, она у нее будет границы 91-го года, и еще Зеленский выпустил указ, что он хочет там, что-то Кубань, Воронеж, еще что-то там такое. Понимаете? Указом он это опубликовал, указом, государственным актом, ну, государственным в кавычках, но у них формально государство. Что здесь? Кто? Арахамия им сказал, что мы могли в апреле все подписать, и все, как бы, это сам Арахамия сказал. Но они же, понимаете, в чем дело? Они обрели своего хозяина американского, и они считают, так они, что, ну, в Америке никто не может противостоять в мире. Они оказались в слугах у самого сильного хозяина, у самого сильного. Вот это, кстати, вот мы с Канады начали с вами, да? Вот здесь нужно правильно оценивать влияние диаспоры внутри. Потому что, кроме общего психоза, Америка, высшая цивилизация Земли, ну, есть еще это канадское знание, ну, ну, знание в кавычках, которое обосновано тем, что мы тогда уехали, в 45-м, в 47-м, потом, и вот мы живем там, мы и там живем, да, в великом, в великой, значит, стране, Канада, Америка, это почти одно и то же, но, Америка величайшая. И вот эта трансляция диаспорянская, она тоже сыграла свою роль. Ну, я так понимаю, что у них, ну, там Зеленскому деваться некуда, он, он может только продолжать воевать. Как только он выразит сомнение в этом, ну, его уберут сами же хозяева. Вот. И, кстати, это может поразить еще по целому ряду параметров. В этом смысле уход за Лужного, это очень интересная ситуация. Вот. Но Зеленскому и его группировке деваться просто некуда. Ну, а часть людей на Украине начинают понимать, ну, что они сделали ошибку, перейдя на сторону американцев в войне, которую американцы ведут против России. И это, понимаете, это вот интересно исторически. Потому что Мазепа ведь сделал то же самое. Возможно, возможно, я не люблю этот, знаете, метод исторического исследования, который называется еслебизм. Ну, вот. Я его не признаю. Но говорю, возможно, что если бы Мазепа сражался на стороне Российской империи Петра Первого, то вообще становление Малороссии, да, как субъекта, скажем так, да, Украина тогда почти никто не говорил, как вы понимаете. Поляки только говорили Украину. Вообще могло бы быть по-другому. Но вместо этого Мазепа решил, что шведская армия лучшая, лучшая в мире, вот, она размажет по стенке этих русских. И он, Мазепа, окажется с победителем. Это, ну, понимаете, вот удивительно, но как это в истории воспроизводится, ну, в мелочах. Ну, Петру пришло, 21 год пришлось потратить на Северную войну. Ну, сейчас время быстрее идет, у нас так не будет. Но ситуация вот именно такая. И чем больше украинцев поймет, заложником чего они стали, и где ошибка, вот, тем быстрее мы сможем реально воссоединиться, потому что мы действительно один народ. От того, что они понимают, пусть даже большинство понимает, но они-то сделают, вот сколько вот я разговариваю с теми, кто на связи, что называется, с украинскими городами и селами, а что они могут сделать? Репрессивный аппарат такой выстроен сегодня? Да, я это понимаю. Я не призываю. Где-то там люди, может быть, все понимают и хотели бы как-то по-другому, но сделать реально ничего не могут. Заметьте, я не призываю их к восстанию или еще чему-то. Конечно, да, потому что их просто убьют. И на этом восстание закончится, понимаете? Вот. Я их призываю думать, ну, самоопределяться. Тех, кто может спрятаться от вот этой так называемой мобилизации, на самом деле от облав, там, уйти в леса, спрятаться, уйти на хутора, спрятаться, закрыться в квартире и не выходить оттуда. Вот. Те, кто это понимают и это могут сделать, должны это сделать. Вот я, ну, об этом говорю. Можно еще одну параллель. С Мазепой вот была параллель. Вот давайте с Гитлером. Потому что нацифицированное общество, ну, вот как немецкое, да, во времена Гитлера, оно ведь в этом смысле настолько сковано страхом и круговой порукой, круговой ответственностью, что все замарались, понимаете? Вот есть две вещи. Одно, что тебя придет, убьет репрессивный аппарат нацист, без разбора. А другой страх, что ты замаран, да? Ну, вот представьте, сколько людей там на Украине писали гадости в соцсетях. Ну, как бы и сейчас пишут. А понимаете, как им страшно? Что будет, если придет Россия? Они же так и обсуждают. Ну, им страшно. И, ну, и так, то же самое было в Германии. Но здесь, как бы, послабее конструкция, чем в Германии. Послабее. Поэтому, я думаю, что истории, так сказать, защиты Берлина с Вольдойчем и Гитлерюгендом вот, ну, не будет здесь. Не будет. Но, но по схеме это похожая вещь. Страх, страх насилия со стороны своих женатиков, да, и вот страх ответственности это то, что сковывает это общество. Ну, вот им надо, ну, надо освободиться. По крайней мере, от страха, ну, боязни России. Вот. Потому что бояться нужно тем, кто совершал действительно преступление. Ну, тогда должны быть какие-то четкие, очень, очень четкие сигналы со стороны России. Четкие сигналы. Вот, понятно, вот, знаете, по Мариуполю, вы, я не знаю, обращали внимание, да, в ДНР идут суды с летом прошлого года. Вот. И это суды над преступниками. Над теми, кто убивал. А и там сотни уже. И там с 40, от 15 лет до пожизненного заключения. Вот. Я считаю, что это абсолютно правильно. И вот нацистским убийцам будет вот такой суд. Вот. И тем, кто отдавал приказы им это делать. а всем остальным, ну, понимаете, как, ну, нужны какие-то механизмы, механизмы. Ну, Россия умеет это все делать. Ну, так сказать, встраивание этих людей в нормальную жизнь. Отказа от заблуждений. Никогда мы не страдали, так сказать, избыточным применением сил. Я согласен. Но это просто очень важно понимать, ввиду того, что и наши лидеры, и Путин, и Лукашенко, у них все время сквозит, что рано или поздно это все закончится. Да, это сейчас больно, это сейчас трагично, это сейчас очень тяжело, но это закончится. И так или иначе у нас вариантов нет других, как снова быть вместе. И люди, которые живут на Украине сейчас, и белорусы, и россияне, да и, пожалуйста, другие флаги в гости к нам, что называется. И вот, как потом строить вот это вот единое пространство? Нет, ну, это важно понимать, знаете, как бы в общем и целом. Вот намерения, как вы правильно сказали, президенты точно сформулировали. Мы будем вместе, мы будем одним целым. Вот. А как это конкретно будет реализовываться? Тут вот тоже важно не бежать впереди паровоза. Вот. Потому что, ну, все очень от многого зависит. Вот. Что останется от Украины? В каком виде? Ну, я вообще, начиная, ну, как бы, сразу с начала специальной военной операции, вот, я сформулировал, что, в общем, эта операция и война со стороны Запада, это война о том, где пройдет граница русской цивилизации и блока НАТО, ну, и западноевропейской цивилизации. Где она пройдет? В том числе по территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики. Вот о чем этот, ну, как бы, вопрос. Поэтому до тех пор, пока у нас нет достаточной ясности, как хотя бы примерно это будет заканчиваться, то планы, ну, так сказать, интеграционного типа тоже не очень много стоят. Финал заключается в том, что мы будем одним целым, единым целым. После двух лет операции, вот, в самом начале вы сформулировали о том, что это конфликт, о том, где пройдет граница. Вы пока эту границу для себя еще не увидели, где она может быть? Да вы понимаете, понятно же, что есть варианты, но вот моя личная точка зрения, она заключается в том, что, ну, вот есть совершенно из другой цивилизации, не из нашей, ну, не из русской многонациональной цивилизации, да, а у нас вполне может быть там, понимаете, два государства, союзное государство, одна цивилизация. Мы вообще любим вот такую цветущую сложность, и мы эффективно ей, ну, распоряжаемся. Это наш ресурс, а не слабость. Те на Западе думают, что это наша слабость. Пускай думают. На самом деле это наша сила. Так вот, даже при том, что мы такое любим, вот, я считаю, например, что там западные области, это другая цивилизация. Ну, вот Галиция, да, ну, там эти румынские районы, Закарпатия, Венгерская. Да, когда-то там были русские. Но нужно понимать, что в конце девятнадцатого, начале двадцатого века Австро-Венгерия провела гигантские чистки, а можно сейчас сказать легко, что это был именно геноцид русских, русинов, наврутенов, да, там. Ну, их всех уничтожило Австро-Венгрия. А на этом, кстати, так легко там расцвел бандеризм, потому что исчезло естественный противовес, который там был. А русофильское движение конца девятнадцатого века на Западной Украине было огромным. Огромным. Вот, поэтому я считаю, что мы должны взять те, кто являются нашими и кто хочет быть с нами. В какой форме, я не знаю. Да, это, ну, время покажет. Но вот это вот воссоединение, да, должно быть действительно воссоединение. Вот, и поэтому, ну, я думаю, что как-то это, ну, граница пройдет, загадывать не берусь, но точно понимаю, что я для себя понимаю, что, например, там Галиция или часть Буковины, это точно не с нами. Ну, вот, а Закарпатия, хотя оно не бандеровское совсем и не украинское, но я думаю, что, вот, венгерско- там, словацкие ориентиры, да, имеют там большое значение. Как уже они там будут решать-то на этих землях? Но ведь фактически, понимаете, нужно исходить из того, что люди в регионах, которые представляют из себя лоскутное государство, потому что Украину сшивала только воля коммунистической партии. Ну, и вот эти области, о которых вы сейчас говорите, это ведь тоже Иосиф Виссарионович, собственно, да? Конечно, конечно. А вот, когда КПСС исчезла, они заменили коммунизм этническим национализмом. Иначе это бы просто вообще расползлось, понимаете? Поэтому они, что называется, сковали этим этническим национализмом. Ну, это значит, что этим разным кускам с разными людьми, в этом смысле, ну, как бы, несколько разными народами, да? Вот. Нужно дать возможность самоопределения. Ну, они должны сами решить. Но если Закарпатья решит, что, ну, Венгрия там или или часть Венгрия, часть Словакии или еще как-то, да? Ну, ну, наверное, у этого есть исторические основания. Захочет ли Галиция в Польшу? Ну, это пускай галычане с поляками выясняют. Что мы-то должны про это думать? Пусть выясняют. Они все время говорили, что они европейцы. Ну, вот, пожалуйста, мы не европейцы. В их смысле, да? Мы не европейцы. В политическом смысле, как они это утверждают, но я точно не европейец. Я понимаю, что я, ну, воспитывался, в том числе, на европейской культуре. Я ничего от этого не отказываюсь. У меня нет никакого этого, ну, бреда по этому поводу. Но в политическом смысле и историческом. Ну, точно, я не европейец. И мы не европейцы. У нас своя судьба. С другой стороны зайду. Мы исторически, по большому счету, мы, конечно же, самые большие европейцы, вот, потому что, вообще-то, ну, от корня, от античных цивилизаций, у нас один корень с западной Европой. Античные цивилизации Средиземноморья. Но мы через Византию пошли своим путем. Чего они нам простить не могут до сих пор. Но они Византию уничтожали. Это же не турки Византию уничтожили. Это западная Европа уничтожила. Турки только пришли на все готовенькое, как называется. Но эта ветвь сохранилась в нас здесь, в православии, ну, в многих наших особенностях, как русских, так и белорусских, и украинских. Она сохранилась. Поэтому корень у нас один с западной Европой. А пути разные ветви. Ну, начиная от религии, там, и заканчивая тем, что мы ветвь не топили и не сжигали вместе с учеными. Понимаете? И совесть не продавали за индульгенции. Это все так вот, как будто это не имеет значения. Это имеет огромное значение. Когда ты можешь совесть купить за деньги. Господне прощение. Через индульгенцию. Это как можно было это все? И оно продолжалось же. Это же долгое явление, не случайное. У них на этом реформация возникла, понимаете? Свой раскол. На этом. но у нас ничего этого не было. По большому счету, у нас даже религиозных войн не было. Ну, как бы были такие вещи, которые нам тяжело дались, раскола. Поэтому корни одни раз. Конечно, мы веками вот так вот проникали друг в друга. Торговали, воевали и так далее, и так точно другие. А вот на Украине подсчитали, что они такие же, как европейцы. Но это вранье. Вот даже галичане, которые веками находились под властью Австро-Венгрии и Польши, ну, может быть, они, так сказать, вспоминая это свое рабство вековое, там, вот, они могут считать, наверное, себя европейцами. А остальные это чего? Ну, понимаете, поэтому президент России начал Такеру Карлсону со слов в 882 году из Новгорода и так далее, да, это все имеет значение. Если мы с вами это забудем, мы перестанем существовать, как мы. Мы станем неизвестно кем, а значит, рабом потенциально. Тому, кто помнит, кто он. Вот, ну, вот это мы должны с вами знать очень хорошо. Ну, и также помнить и понимать, что мы для них не еда. Вот это вот, знаете, тоже сейчас такое много появилось, что они смотрят на нас как на еду. То нет, мы та еда, которая кость в горле называется. Это, знаете, вот, старый такой анекдот. Сидит в горах турист и консерва ешь, завтрак туриста. Тут выходит медведь. Медведь его спрашивает, ты кто? Мужик, я, я турист. А это что? Это завтрак туриста. Нет, друг, это я турист, а ты завтрак турист. Да, вот, кто турист, а кто завтрак, тут еще большой вопрос, поэтому зря они так, зря. Зря, согласен. Да. Спасибо огромное за этот разговор. Спасибо вам. Удачи вам, всего доброго. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!